Девушки отдыхают Просила передать в эфир какую-то песню. Потом они разговаривали, и она, по сути дела, рассказала за 2 минуты всю свою жизнь, что они слушают, что поют, какие фильмы смотрят, какие книги читают. И я подумал, что это всё вообще не про меня. Я подумал, что есть какие-то люди, которые есть, живут вместе рядом, вместе с нами, но наши пути не пересекаются. Мы можем с ними встретиться в транспорте где-нибудь, в магазине, в самолёте, в поезде, но вот так вот, чтобы знать их, мы их не знаем. Я подумал, что они меня тоже не знают, и, наверное, таких вот отдельных ментальных культур в мире тысячи, миллионы различных культур, они вроде бы все состоят из людей. Люди, кажется, на первый раз, что они все одинаковые. На самом деле всё совершенно разное. Так же разное, как, может быть, химические элементы. И тут мне в голову пришла таблица Менделеева. Таблица Менделеева. Дело в том, что до Менделеева весь мир химических элементов находился в полном хаосе. Но тут она вдруг ему приснилась, и оказалось, что мир не совсем-то уж и хаотичен. Таблица Менделеева построилась так, что элементы разделились по столбикам и рядам, по каким-то своим свойствам. То есть у нас есть ряд щелочных металлов, есть ряд галогенов, есть ряд инертных газов, есть там валентности. И вот ещё по цветам какие-то группы есть, я не очень хорошо разбираюсь, но есть вот такая вот система. Я подумал, что люди, возможно, люди, все, они как химический элемент, они разные. Есть человек йод, есть человек серебро, есть человек кислород, есть человек углерод. И нельзя от другого человека требовать тех же свойств, которые есть у меня. Допустим, я человек серебро, я не могу говорить человеку йоду, что вот почему из меня могут делать украшения, а вот из тебя нет. Каждый полезен, собственно, в силу своих каких-то качеств. Все, все элементы полезны. Также нужны все люди. И тут у меня появилась идея, а не сделать ли такую вот таблицу Менделеева для людей? Потом мне пришла в голову мысль, что люди гораздо сложнее, чем химические элементы. Наверное, это не должно быть плоским, это должно быть объёмным. Я сначала сделал кубики, из них получился большой кубик. Но потом мне осенила идея, вот, вся Вселенная состоит из шариков. Вот этот первый шарик — это строение электрона, второй шарик — это, значит, Земля, здесь Солнце. Всё построено по одной и той же схеме, вашему вниманию. Шар ментальных культур построен таким же образом. Здесь ядро, здесь вот у нас на Земле магма, ближе к ядру более горячая температура. Здесь вот подальше, здесь земная гора, тут атмосфера. В центре нашего шара ментальных культур находятся души. Души людей, которые ещё не родились или уже умерли, я расскажу, как они умирают. Но со временем они в разные стороны, вот эта вот ячистая такая структура, выдавливается в разные стороны души. То есть одновременно на всей территории Земли рождаются какие-то люди. Вот этот вот шар, он настроен таким образом, что какая-то часть из них, вот эта вот часть, допустим, духовная, вот здесь вот может быть более профессионалы, здесь может быть более, мы их называем преступниками, здесь ещё какие-то часть, те, кому вообще ничего не надо, может быть, не знаю. Это всё как бы мои предположения. Так вот, что происходит с человеком, когда появляются души? Человек рождается, выходит на первый уровень. Первый уровень самый слабый, здесь самая горячая магма, поэтому всё такое жидкое. Его можно передвинуть. Передвигается он, значит, каждый человек, когда рождается в том или определенном ночи, у него есть свой собственный вектор, чтобы отсюда дойти до самого края. Это самый высокий уровень вот здесь. Что происходит с человеком? Вот зелёный — это его собственный вектор, куда он должен идти. Это вектор, значит, мамы, это вектор папы. И вот жёлтый, куда он всё-таки наконец идёт. Как только человек родился, его начинают воспитывать. И эти вектора, они его перетягивают, сбивают с его личного пути, по которому он должен был идти. И если он слушается, а он, скорее всего, слушается, большинство из нас слушает, он сбивается со своего пути и начинает спрашивать себя, а кто я, а зачем я родился на этот свет, и почему я делаю то, чего я не хочу делать. Эти вектора воздействуют на человека всё время. То есть он родился сначала родителем, через некоторое время дети, потом, значит, друзья во дворе, учительница в школе. Пришёл мальчик, я вот мальчик про себя расскажу. Я пришёл в первый класс, среди 30 других детей нашёл мальчика, который максимально близок мне по духу. Он, наверное, где-то вот здесь вот рядом тоже был. Мы росли вместе, и лучи наши были примерно рядом расположены. У нас зоны нашего влияния, магнетические зоны пересекались, мы оба хотели стать, допустим, рокерами, рок-музыкантами. Мы записывали музыку, собирали фотографии, слушали, переписывали, что-то там подпольно делали. Когда настало нам 16 лет, вот здесь нам настало 16, родители включились и говорили, нет, 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 ты будешь врачом, а ты будешь танкистом. И мы разъехались в разные стороны. Вот здесь вот самая вершина врача, вот там самая вершина танкиста. Человек добивается чего-то, доходит с уровня на уровень, на уровень, на уровень, доходит к тому самому великому врачу, которому он хотел стать. Этот хотел стать танкистом, но что-то в какое-то время у него закончились силы, он начал слушать кого-то другого, третьего, четвёртого, там родителей, что-то у него случилось, и он остановился в своём развитии, этот поднялся выше. Когда они теперь будут встречаться, эти два друга, которые 10 лет были вместе, они будут говорить только об этом периоде, когда их зоны соприкасались. Вопросы типа, а помнишь, мы ходили, а помнишь, мы гуляли, а помнишь, мы там стреляли ещё, я не знаю, что они там делали. То, что происходит сейчас, им уже друг другу неинтересно. Жизнь так расположилась, что они совсем далеко, и их зоны влияния тоже никаким образом не пересекаются. Что происходит у нас с друзьями в жизни? К примеру, я был ужасно влюблён в одну девочку, которая, как мне казалось, выше меня стоит. Я, допустим, был на 15-м уровня, она на 25-м. Мне хотелось быть рядом с ней. Но поскольку я был ниже, я был глупее и неинтересен ей. Я начал ходить в библиотеку, учился, не знаю, учил английский, ходил на танцы, всё, что ей нравилось, и всё, что нравилось мне. В конце концов, я её догнал, мы были вместе некоторое время, но поскольку я набрал инерцию, я разогнался, она всё ещё была на 20-м, она уже перешла на 25-м, я уходил, уходил выше, 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 и мы вынуждены были расстаться, потому что она за мной не пошла, а я пошёл дальше. Здесь уже меня ждала другая девушка, к которой я снова стремился. Что происходит с родителями? Когда люди женятся, они примерно находятся на одном и том же уровне, примерно 30-й, 35-й, они будут вместе, пока муж и жена на одном и том же уровне или рядом. Или они поднимаются вверх по пути, как только кто-то не хочет уже двигаться, он говорит, ну всё, квартира, дача, машина, дети, будущее, пенсии, мне больше ничего не надо. Он останавливается. Человек остановился, он находится вот тут вот, да? А это же планета, она крутится. Если мы её в разрезе времени снимем, то он будет крутиться по одному и тому же кругу. Если человек развивается, то след останется какой? Спиральный, правильно. Через этот круг проходят линии третьего порядка. Они такие, поскольку это всё объёмно, они вот такие вот кривые-кривые. Эти линии объединяют нас по интересам, так же, как в таблице Менделеева были, щелочные галогины, то есть всё. Вот здесь вот нас, эта линия всех, кто находится на всех уровнях, на всех лучах, она проходит, называется «Любовь к творчеству Аллы Борисовны Пугачёва». Это все люди, которые собрались на концерте, начиная там от самого последнего безработного гастарбайтера, заканчивая премьер-министром нашей страны. Они сидят в этом зале, и все получают удовольствие от этого концерта. Они как одна семья, они все вместе. Вот они, вот здесь, вот они, вот они все-все-все-все расположились. Как только концерт закончился, линия исчезла, всё распалось, волшебство пропало. Вот эта вот линия называется «Любовь к Теду». Вот здесь вот все сидите, мы все вот на вот этой вот линии. Другая линия может называться «Любовь к рыбалке», «Любовь к китайскому языку», «Любовь к тем, кто не любит», и ещё какие угодно интересы. Возьмём пример двух человек, которые находятся на самой вершине. На самой вершине находятся люди, которые сделали что-либо для нашего человечества. Здесь находится у нас Ростропович, там на противоположной стороне, он тоже много сделал, находится Аль Капона. Они встретились на ипподроме. Два очень занятых, известных человека никогда не попрутся на ипподром, потому что им нечего делать, правильно? Значит, они очень-очень сильно любят лошадей. Когда они узнают друг о друге, что они там находятся, они обязательно через своих помощников захотят встретиться. Они встретятся где-нибудь в закрытом вип-зале и разобьют бутылочку коньяка. Им будет интересно друг с другом. Друзьями они никогда не станут, но им будет интересно друг с другом. За дверью будут стоять их телохранители и показывать друг другу пистолет. Вот смотри, какой у меня. У них свой интерес, свой уровень. Не здесь, а вот тут вот. Там дальше на стоянке стоят шофера. Смотри, какая у меня резина. Вот, у меня какой двигатель, у меня такое масло. Им интересно друг с другом. Поменять их местами невозможно. Иногда человек, значит, рождается и сразу выходит. Вот смотрите, вот он пошел, ему никто не мешал, у него был свой вектор, очень сильный. И он раз, выскочил туда. Когда выскочил туда, у него пропала связь, внутренняя связь со всей этой цивилизацией. Он сделал что-то такое. Очень-очень общество еще не готово. Это был Джордана Бруно. Они его сожгли на костре. Он нам не нужен. Сейчас он нам не нужен. Общество набирается сил, проходит несколько веков, оно увеличивается, доходит, касается, и он сразу находится, оказывается, на коре, самое верхнее. И он сразу становится великий, известный. Он сразу становится очень важным. В тот момент, когда он ушел, Джордана Бруно мы сожгли на костре, вот этот вот шар для него снова превращается в ведро, и он уходит на новые уровни, в новую цивилизацию. Это я расскажу в следующий раз. Очень много людей, которые вышли из ведра сюда быстро, сделали много, были не совсем поняты, или, может быть, потеряли энергию. Они уходят достаточно рано. Очень много людей уходит в районе 35-45 лет. Это и Есенин, и, я не знаю, там, и Пушкин, и Лермонтов, и Высоцкий. Я, слава богу, проскочил вперед. Я хочу сказать, что вот эта вот виртуальная карта, она очень важна для нас. Каждый из вас может найти себя. Вы родились, что с вами происходит? Где ваш истинный настоящий луч? Когда вы родились, у вас энергии достаточно для того, чтобы дойти до самого верха. Но если вы начинаете слушать других, вас сбивают, вы начинаете бродить, вы теряете энергию, вы теряете время, и через некоторое время он умирает, он остается здесь. Люди в магме должны быть. 99% людей находятся действительно в магме, потому что если здесь будет пустота, вот здесь вот коры не будут, она провалится. Люди, которых мы называем преступники, они тоже должны быть, вот в этой части они находятся, потому что без этого они уравновешивают вот эту вот часть. Без этого не будет гармонии. Если этот шар будет не круглый абсолютно, будет дисбаланс, и он слетит с орбиты. То есть общество расстроится, и сломается, разрушится. Мы находим себя на этой карте, мы смотрим, что мы до сегодняшнего дня сделали. У нас есть луч, у нас все еще есть силы по собственному лучу. Мы можем отрубить все векторы, которые нам сегодня мешают, для достижения нашей цели, той, для чего мы родились. И тогда мы вылезем наружу вот сюда, а под землей видно гораздо меньше, чем на земле. Вы выходите на землю, здесь солнце, здесь луна, здесь возможность улететь на другую планету, здесь горы, здесь дождь, здесь ветер, здесь счастье, здесь любовь. Все находится наверху. Добрый путь. Добрый путь. Субтитры создавал DimaTorzok